всем доброго дня и сегодня мы с вами свяжем мушку под названием стимулятор вязать не будем мы будем конечно немного другом исполнении нежели классические будем использовать шелк для формирования тела ну и много другого интересного вязать мы будем сегодня на крючке arex fw 531 такой вот крючок устанавливаем губки тисков и приступим к монтажу монтажную нить мы будем использовать юни 80 желтого цвета и приступим к монтажу фиксируем монтажную нить у колечка и начинаем формировать подложку периодически нить монтажную можно раскручивать до плоского состояния и вот так вот виточек к виточку формируем подложку наши мушки я думаю здесь излишки можно подрезать нам не пригодятся проматываем подложку до точки где у нас будет крепиться хвостик мушки примерно в этой точке хвостик будет выполняться из меха косули у меня есть такой вырез небольшой отрезаем небольшой пучочек меха отрезали пучок меха вот такой небольшой как вы видите бородки пера у нас ой бородки пера бир остинки меха не выровнены перед тем как их выровнять ступки мы сначала очистим мех от подшерстка он нам абсолютно не нужен и помещаем них ступку достаем наш мех проверяем если у нас битые бородки стенки меха мы их подчищаем не нужно мы удаляем не очень мы подровняли можно 5 можно еще вернуть достаем наш мех тут у нас присутствует битые бородки мы их удаляем точно не нужно проверяем еще раз ну все замечательно проверяем длина хвостика у нас примерно должна равняться ширине загиба крючка вот так примерно отмерили длину поднесли к точке крепления прихватили мех сильно не затягиваем подравниваем вот так чтобы он находился сверху цевья и немного вот так вот зафиксируем его на протяжении всего тела мушки сначала вот так вот не сильно можно для того чтобы уложить мех более-менее ровно теперь мы можем остатки нашего меха подрезать они нам не пригодятся мех мы промотали примерно чуть дальше середины цевья примерно до этой точки и теперь плотными витками мы закрепляем наш мех более плотно по направлению к загибу вот таким вот образом нужно быть поаккуратнее с жалом чтобы не оборвать монтажную нить и плотными витками закрепляем наш мех и доходим до точки крепления непосредственно хвостиком ушки вот таким вот образом у нас получился такой вот хвостик здесь можно торчащие еще на стенке подрезать аккуратненько теперь нам надо закрепить перо из седла петуха я взял цвет гризли вот такой вот перо длина бородок должна быть меньше загиба немного при формировании обмотки тела сейчас мы очистим мастинку от бородок очищаем так чтобы на мастинке хватило на всю длину нашего предполагаемого тела мушки таким вот образом и закрепляем его вот в этой точке здесь же мы и закрепим наш овальный люрекс серебристого цвета отрезаем люрекс и заводим подмонтажную нить также на всю длину тела и теперь также виток к витку закрепляем наш материал это мы делаем для того чтобы тело у нас было относительно ровным потому что тело будет выполняться из шелка и все неровности у нас будут видны если будут присутствовать поэтому мы аккуратно и точку и точку все материалы закрываем по всей длине тела мушки вот не доходя до конца мы подрезаем остатки и окончательно закрываем все у нас выступающие материалы вот таким вот образом крыло у нас будет устанавливаться примерно вот в этой точке вот отсюда и начнем формирование нашего будущего тела мушки вот примерно сюда для этого мы будем использовать шелк желтого цвета отрезаем шелк юни у нас он имеет две нитки мы раскручиваем и разделяем пополам таким вот образом нам одной нитки будет достаточно поправляем расправляем заводим шелк под низ делаем пару закрепительных оборотов и начинаем формировать тело мушки виток к витку аккуратненько проматываем по направлению к загибу и потом обратно от загиба в сторону колечка проделаем эту операцию периодически выравниваем шелк дойдя до жала надо быть очень внимательным так как пряди шелка очень тонкие можно очень легко оборвать ворсинку и она будет торчать и это будет очень некрасиво нам это не надо поэтому тут надо быть предельно внимательным и аккуратно обходить жало крючка чтобы вы не разложите без沒事 и dann до и до до и повторяем операцию только уже в обратном направлении направлению колечко также виток к витоку обходя аккуратно жало крючка подводим монтажную нить к низу цвея сделаем и помним пару оборотов назад сворачиваем скручиваем шелк и закрепляем снизу цвея парочку фиксирующих и остатки шелка отрезаем далее нам надо будет сделать rip нашим овальным люрексом задаем угол ну и начинаем формировать rip таким вот образом соблюдая при этом примерно одинаковый шаг намотки ну и также дойдя до окончания тела мушки подводим к низу цвея и так же тут его мы закрепляем делаем несколько фиксирующих оборотов излишки отрезаем можно аккуратно возвращаемся немного назад монтажную нить также уводим в сторону и теперь приступаем к формированию обмотки на пером и седла оборудки точнее саму остинку пера мы будем укладывать перед каждым витком нашего овального люрекса приступим в этой точке мы фиксируем перо седла петуха делаем несколько фиксирующих оборотов и аккуратно перо удаляем у нас получился такой вот ершик далее установим такой элемент как флэш тинцель такой блестящий у нас элемент буквально добавляем две полоски чтобы у нас крыло надавало блеск такой вот возможно привлекало тем самым рыбу возможно в некоторых моментах это нам совсем не нужно будет ну вот сделаем с таким вот элементом сейчас и зафиксируем аккуратненько срежки отрезаем длина я знаю что примерно у нас она будет длина крыла не больше чем длина хвоста примерно здесь отрежем это нам будет достаточно по длине самого этого флэша и сейчас приступим к установке непосредственно крыла монтажную нить мы возвращаем к точке крепления крыла данная точка крыло будет выполняться из того же меха меха косули отрезаем требуем нам пучок меха очищаем его от подшерстка подшерсток заломаны какие-то остинки меха мы где-то и причем мы делаем это делаем для того чтобы уменьшить страница сам факт того что крыло мех будет напитывать подшерсток в воду но во-вторых он будет подшерсток мешать нам выровнять наши стенки меха по одинаковой длине и помещаем мех в ступку и начинаем простукивать и аккуратно достаем наш выровненный мех получился такой пучок меха есть убитые остинки мы извлекаем я это делаю при помощи пинцета ну я смотрю тут можно еще раз мех засунуть в ступку и подровнять еще чуть больше чуть получше ну и окончательно уже достаем мех с выровненными кончиками вот такое у нас получается крыло крыло по длине не должно быть длиннее самого хвостика примерно такое крыло я считаю будет замечательно отмерили длину перехватили к точке крепления накидываем монтажную нить и затягиваем крыло можно поправить посмотреть сейчас установили ровно и монтажной нитью теперь можно пропуская остинки пера так вот через весь ряд немного промотать вперед теперь вот эти остатки стенок мы отрезаем отрезаем ну и теперь более тщательно все это подровняем так вот и и У нас получился такой вот конус. Мы промотаем сейчас монтажной нитью, закроем все вот эти торчащие бородки. Аккуратно поправим, закроем таким вот образом. Так, чаще можно даже убрать. Ничего страшного. Следующим этапом мы зафиксируем перо из седла петуха также, но уже чуть большего размера. Так, чтобы оно было равно длине загиба, ну или чуть-чуть больше. Но при этом предварительно перо надо подготовить. Как мы его будем подготавливать? Естественно, мы очищаем остинку там, где мы будем закреплять само перо. И теперь у нас перо немного скручено, видите, оно закручивается. Сейчас мы его подровняем таким вот образом. Так, остинка подготовлена, за которой будет крепиться само перо. И теперь важный момент, это очистить одну сторону от оси, от стипера, от бородок. Отчищать будем правую сторону. И потихоньку начинаем очищать. Но так, чтобы не задевать противоположную сторону аккуратно. Так. 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 таким образом мы подготовили вот такую полоску, очищенную с одной стороны перо и седла петуха. Ну и теперь закрепим его непосредственно у самого крыла. закрепим. и возвращаем нашу монтажную нить обратно к точке крепления крыла и пера. И на наш торакс данный надо закрыть даббингом. Даббингом я буду использовать Superfine мелкофактурный синтетический желтого цвета. Добавляем на монтажную нить буквально чуть-чуть самую малость и формируем торакс. Аккуратненько. Заканчивается. Добавляем немного таббинга. И повторяем данную операцию пока не закончу формирование торакса. Вот примерно таким вот образом. Монтажную нить переведем в сторону. И начинаем формировать ёршик. Стараемся не подминать крылом ушки. Аккуратненько. 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 Дойдя до колечка, поднимаю пюро вверх и закрепляем его один оборот, ну и несколько фиксирующих, ну теперь мы можем его отрезать. Теперь мы можем взять наш узловяз и сделать финишный узел. Монтажную нить отрезаем и обязательно добавляем капельку лака на наш финишный узел. Монтажную нить отрезаем. Вот такая мушка стимулятор у нас получилась. Монтажную нить отрезаем. Субтитры создавал DimaTorzok